Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин antolive.com.ua, меня зовут Александр. Будем вместе с вами сегодня разбираться с тем, что же такое Meizu M2 Note. Это новая модель из Китая, новинка от компании, бюджетный вариант, скажем так. Это продолжение либо обновление Meizu M1 Note. И, в принципе, есть очень много различных особенностей этого смартфона. Отличий от Meizu M1 Note, о которых можно поговорить. Нужно разобраться, что лучше покупать, для кого эта модель и что она из себя представляет. Поставляется этот смартфон вот в такой вот коробке Meizu M2 Note. Коробка тоньше немножко. Здесь все технические характеристики смартфона, кому нужно сделать стоп, можно остановить и посмотреть. В комплекте поставляется зарядка 2 Амперная, USB кабель и отвертка для лотка под SIM-карты. Сам смартфон у нас в том же размере. Это 5,5 бюджетный дисплей. Это поликарбонат корпус, металлическая основа внутри телефона. Стекло Dragon Trail у нас на лицевой панели. Начну с того, что расскажу про его внешний вид. Внешний вид немножко изменился. По размеру они точно такие же. По толщине эта модель немножко тоньше. Толщина составляет 8,7 мм. Есть лоток для SIM-карт. На лицевой панели фронтальная камера на 5 мегапикселей, разговорный динамик, датчики продвижения и освещения. И чуть левее от динамика у нас идет индикатор пропущенных звонков. Снизу у нас появилась механическая кнопка. В отличие от Mazium 1 Note, в котором была сенсорная, здесь она идет механическая. Больше никаких кнопок нигде нет. Кнопочка эта работает таким образом, что при нажатии мы будем возвращаться в меню Phone, а при прикосновении мы будем использовать как функцию «Назад». Она довольно-таки характерно так плацает, ну и вибрирует тоже. С этой грани у нас есть качелька громкости вверх-вниз и кнопка включения-выключения, собственно, самого смартфона. Сверху у нас микрофон и разъем под наушники. С этой грани ничего нет, кроме лотка под SIM-карты. Здесь у нас разъем microUSB, также динамик и микрофон. Сзади основная 13-мегапиксельная камера и двойная светодиодная вспышка. По качеству сборки смартфон отличный. Обращаю внимание на слабые стороны в смартфоне Meizu M1 Note. Вот эти вот уголки, которые иногда поскрипывают. Здесь вроде бы все четко, все классно собрано, ну все супер. Особого внимания заслуживает вот этот вот лоток SIM-карт, так как разработчики работали над всеми минусами своего первого детища. И одним из самых больших минусов и вопросов всегда у наших клиентов было то, что поддерживает ли карту памяти смартфон. И Meizu M1 Note ее не поддерживала. Здесь разработчики пошли следующим путем. Сделали они вот такой вот лоток SIM-карт. Лоток интересен тем, что он у нас лоток трансформер. Мы можем в смартфон вставить либо две nano SIM-карты. Вот раз. И таким же образом вот сюда ее поставим. Либо же можем поставить nano SIM-ку и поставить карту памяти microSD вот сюда. Таким образом можно пользоваться смартфоном либо с двумя nano SIM-картами, либо с одной SIM-кой и картой памяти. Карты памяти могут поддерживать у нас до 128 гигабайт. В принципе, решение интересное. Решение интересное, но насколько оно практичное, это довольно-таки сложно сказать. И как бы выпускается эта модель с накопителем и 16 гиг, и 32. Пока что на данный момент в продаже только есть 16-гиговые варианты. 32-гиговых вариантов нет. Ну и стоит сказать о цветовых решениях. Производитель решил уйти от многочисленных разновидностей цветов, как это было в первой модели Meizu M1 Note. И сделали стандартные цвета. Это белый, это синий, это розовый. И самое главное, опять же, учли тысячи вопросов своих клиентов. Они сделали черный, темный цвет, темный серый грей цвет в матовом пластике. Сейчас у нас на обзоре белый вариант, но, как вы понимаете, что в скором будущем появятся варианты и серые. Сказать, что эта кнопка лучше, чем сенсорная, я не могу. К ней нужно привыкать, она такая своеобразная. Ну, какого-то неудобства я не вижу в смартфоне. Все, в принципе, работает нормально. Разбудить смартфон можно тоже по нажатию от этой кнопки. По техническим характеристикам стоит сразу пройтись, чтобы вы понимали, что это за аппарат. Цена этого смартфона в Китае составляет в районе 160 долларов. Реальная цена, по которой его можно сейчас реально купить. Показывает в Antutu он в районе 30 тысяч баллов, 29. По техническим характеристикам, эта модель слабее, чем Meizu M1 Note. Вопреки всем, всей информации, что это будет продолжение, что это обновленный Meizu M1 Note, нет ничего подобного. Но это урезанная модель, которая, в принципе, стоит дешевле. Meizu M1 Note стоит в Китае приблизительно сейчас в районе 190 долларов. Кстати, совсем забыл сказать о том, что две сим-карты, которые поддерживают Meizu M2 Note, они работают и в 3G, и в 4G, в отличие от Meizu M1 Note, который в 4G сетях не работал. Это тоже достоинство M2 Note. По техническим характеристикам приходится показывать вам через галерею, через скриншоты, потому что Antutu почему-то не всегда подвязывается и не всегда отображает информацию. Итак, Meizu M2 Note 5.1 Android, это 64-битная платформа и 64-битный процессор MTK6753. Mali-T720, это графический ускоритель. Full HD разрешение экрана, 13-мегапиксельная камера основная. Своей памяти у него 16 ГБ, из которых доступно в районе 11-и, 2 ГБ оперативной памяти, 8 ядер, которые работают по 1,3 ГГц. Это то, о чем я говорил в самом начале. Здесь урезанный процессор стоит, не такой мощный, как Meizu M1 Note. 5-мегапиксельная фронтальная камера, 13-мегапикселей основная, 10-точечный мультитач, есть самые разнообразные датчики. К слову, здесь нет NFC, но здесь есть поддержка технологии OTG, то есть можно подключить будет мышку, флешку, клавиатуру. Касательно прошивки, прошивки здесь стандартные от компании Meizu. В данном случае прошивка у нас вот такая, с буковкой А в конце. Практически все меню переведено на русский язык. Не обращайте внимания на то, что такой слабый прием у меня Wi-Fi. У меня Wi-Fi находится через 3 комнаты по этажу. Скажем так, все настройки как бы нормальные. Есть в некоторых местах английский язык. Ну ничего страшного, все основные настройки нам понятны и как бы с ними можно разобраться. Статус бар стандартный, вот такое вот меню есть, мы можем угнулять оперативную память и так далее. Касательно экрана, здесь 5,5 дюймов, здесь матрица IPS EXO, то есть это технология Sharp, качество изображения отличное, углы обзора максимальные. Воздушной прослойки, как вы понимаете, здесь нет. Технология OGS присутствует. По экрану, если честно, я хочу сказать, что плюс-минус они идентичны с Meizu M1 Note и здесь бюджетность никаким образом, никакой страны не коснулась. Касательно звучание смартфона, звук мне очень нравится во всех его проявлениях, то есть это и внешний динамик, который звучит просто отлично, и во время разговора по телефону, разговорная его составляющая тоже хорошо звучит. И в наушниках тоже звучание отличное, басы, все на местах. Что касается производительности, 2 гига оперативки, 67-53 процессор, по 1,3 гигагерца частота, 8 ядер, это 64-битный процессор. Ну, могу сказать, что не хватает его для производительности максимальной и для воспроизведения, допустим, на максимальных настройках тех же игр, того же Асфальта. Скорее всего, с этим смартфоном вы на максимальных настройках играть в современные игры. По понятным причинам урезанный процессор, поэтому если вам нужен именно смартфон для игр, и при этом вы не привыкли довольствоваться средними настройками графики, вот у меня здесь стоит максимальная настройка графики, я вам сейчас продемонстрирую, как смартфон справляется с этой игрой. Даже в менюшке видно, что немножко аппарат подлагивает. Так вот, если вам нужна модель для игр, и при этом играть на максимальных настройках, то эту модель лучше не покупать. Эта модель немножко для других целей. Ну, в общем, как-то так работает Асфальт 8. Modern Combat с ним получше, но показывать не буду. Здесь и так всё понятно, смартфон не для максимальных настроек современных игр. Здесь установлен аккумулятор. Аккумулятор не съёмный. Он здесь находится под крышкой. В принципе, то же самое, как и было в Meizu M1 Note. Аккумулятор 3,100 мА. Работает аккумулятор нормально, но я хочу вам продемонстрировать результаты этой работы, какие я смог заскринить, скажем так. В режиме игры смартфон у меня продержался со 100% до 9, 3 часа 11 минут. У Meizu M1 Note этот показатель был в районе 4 часов. Antutu Tester у меня показал 5,8,6,3. Это меньше, чем у Meizu M1 Note, но совсем-совсем на чуть-чуть. А ну и в режиме воспроизведения видео из YouTube, с Wi-Fi, со звуком, с максимальной яркостью, естественно. Это 3 часа 53 минуты. То есть результаты по аккумуляторам. Здесь аккумулятор такой же, размер экрана такой же, процессор слабее, но есть поддержка 4G сетей. Именно поэтому, как говорит информация в интернете, эта модель держит аккумулятор меньше, слабее в плане аккумулятора. Я также тестировал, естественно, GPS. GPS здесь поддержка ГЛОНа, спутников. Тестировал сначала в одних условиях, немножко мне не понравился результат, он долго говорил, но потом подошел к другой стороне здания, к другому окну, и он у меня словил очень много спутников. Это все было быстро, с GPS тоже никаких проблем нет. Камера, в принципе, меня порадовала. Если честно, мне даже кажется, что камера лучшего качества, чем у Meizu M1 Note. Во-первых, есть различные настройки, ручной режим, портрет, панорама, смена фокуса, скайлер, замедленная съемка и автоматический режим. Я сделал фотографии, я сделал видео, в принципе, качество меня очень порадовало. Качество довольно-таки хорошее, снимки получаются четкие, хорошие, красивые. В режиме кромежной темноты вспышка тоже отрабатывает хорошо. Вот это вот у меня кромежная темнота. И, в принципе, даже на антипреспиральте видно какой-какая надпись. Поэтому все отлично, по камере нареканий у меня нет. Я все это залью, видео вам скину отдельным роликом. В принципе, там качество достойное смотреть можно. Вот номер машины сфотографирован. Ну, не так далеко, но, тем не менее, тоже как бы нормально. Поэтому по камере однозначно плюс, фронтальная камера тоже заслуживает своего внимания. Тоже она достойна на свои 5 Мп. В принципе, все. Можно подводить итог, что же у нас получился за смартфон этот Meizu M2 Note. Это продолжение Meizu M1 Note. Какие основные отличия? Внешне они полностью идентичны. Отличается вот эта вот механическая кнопочка, которая присутствует, и расположение кнопки включения-выключения. Но расположение кнопки включения-выключения не особо удобно, так как оно больше предназначено для левши. Было бы удобнее, если кнопка была здесь. Но, в принципе, рука у меня не маленькая. Могу дотягиваться и таким вот образом. Сам смартфон имеет более слабое железо. Слабенький процессор, в отличие от Meizu M1 Note. Цена ниже. Ну, пока что цена ниже на 30 долларов. Примерно. Добавил производитель у нас черный цвет, который можно будет приобрести в нашем интернет-магазине. Это Antelive.com.ua. Напоминаю, если кто не знает, вдруг. Слот под карту памяти добавился. Слот-трансформер под симки и карты памяти. Тут я уже все рассказывал. Такого в Meizu M1 Note не было. Но производительность здесь, конечно, хромает. Ее недостаточно для современных игрушек. Поэтому, если вам по производительности, то это, конечно, Meizu M1 Note. Ну, и сети. Эта модель поддерживает 4G. Meizu M1 Note 4G не поддерживала. Сети и поддержка всех сетей написано вот здесь, сзади, на коробке. И тут полностью подробно все расписывается, рассказывается, что, как, куда и почему. По поводу покупать, стоит или не стоит. Я считаю, что модель не супер-пупер-вау. Она должна была быть лучше Meizu M1 Note, по всем прогнозам, по моему мнению. Но она, как бы, не лучше. В первую очередь, производительность хромает. Ну, а остальные параметры плюс-минус такие же. Немножко изменился внешний вид. Для тех, кому нужна одна симка и кому нужна карта памяти, и кому нужно много данных хранить. Конечно же, эта модель подойдет лучше, чем Meizu M1 Note. И, наверное, цвет, тоже более мужской грейд-цвет, чем Meizu M1 Note, тоже этот вариант будет лучше. На этом все. Спасибо за внимание. Смотрим фотографии, которые залиты в описании к этому видео. Смотрим видеозапись, которая снята на этом телефоне. Ну, и покупаем Meizu M1 Live. С вами был Александр. Спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok